На грани выживания. Семилетняя Соня Дедова из Максимилиановки вблизи Марьинки, инвалид с рождения. Ее родители не могут обеспечить ребенку должное лечение и обучение. Доходов у многодетной семьи, кроме социальных выплат, нет. Как выживают в таких условиях? Видели корреспонденты событий. Опа! Проехали. Каждый шаг для семилетней Виолетты – сложнейшее испытание. Она передвигается лишь благодаря ходункам и с отцовской помощью. Сейчас можно максимум ходить. Но очень сильно надо здесь устоять, ей надо здесь отдохнуть. У ребенка церебральный паралич. Для родителей большая победа, что Виолетта может говорить, учит буквы и цифры. Все силы брошены на ее реабилитацию. На ножках у нас, ну тут, конечно, сложнее. Так, не напрягай ножку, расслабься. Этой осенью время идти в первый класс. Но мама и папа девочки пока даже не мечтают об этом. Забирать малышку в школу не на что. Покупали ей специальные зошиты. Один зошит – 65 рублей, а ей надо 12. Ну, цифры сами с собой нарисовываются. С таким заболеванием девочке нужно периодически проходить реабилитацию в специальных санаториях. Но позволить себе этого семья не может. Занимаются с девочкой дома. Самое главное – мы разминаем пальчики, так как нам показывали. Сильно, конечно, я этого не рискую делать, потому что там делал специалист. Александр второй месяц не может найти даже временную работу. Хотя он мастер на все руки. Был и трактористом, и кочегаром, и каменщиком. С работой сейчас туго, очень сильно туго. В семье шестеро детей. Они живут в селе Максимилиановка. Это в 9 километрах от Марьинки. Местные жители страдают не только от угрозы боевых действий, но и от безработицы и безденежья. Такие семьи, как дедовы, выживают на социальное пособие. Других доходов нет. На 7 человек сумма дохода у нас 2-2 200. В такое трудное время поддержать людей в Максимилиановку приехали мобильные волонтеры гуманитарного штаба Рената Ахметова. Выгружают и раздают сотни продуктовых пакетов. Помощь получают самые нуждающиеся. Старики, дети, инвалиды, малообеспеченные. Шесть наборов выживания заносит домой и Александр Дедов. Если бы не помощь Рената, я не знаю, мы бы, наверное, не протянули. Это очень сложно. Большое ему огромное спасибо от всего нашего семейства. За два года работы по обе стороны линии соприкосновения гуманитарный штаб Ахметова выдал более 8 миллионов наборов выживания. От голода спасено более миллиона мирных жителей Донбасса. Из Донецкой области Ростислав Сысоев, Александр Шмырев, Александр Павленко. События. Канал Украина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова